Как вы оцениваете вот текущую ситуацию и особенно с точки зрения будущего года, я имею в виду 22-го, в свое время как раз известный руководитель этажей Ильдар Хусаинов в интервью в начале 20-го года сказал такую фразу «Год будет хороший». Вот какой будет год и, возможно, как вы оцениваете прошедший год? Дмитрий. И как Александр проговорил, что перетекают сделки из первички во вторичку очень много, и мы то же самое замечаем. Также согласен с тем, что выживают, естественно, сильнейшие выживают люди, которые готовы работать с сервисом, потому что вот 22-й год будет очень клиентоориентированный, потому что нам всем нужно бороться за качество людей, за клиентоориентированность. И что мы сейчас поняли в это время, что нужно очень много внимания уделять своим сотрудникам и качеству их работы с клиентом. Потому что от того, как агент возьмет трубку первый раз и поздоровается с клиентом, будет зависеть вообще все, кто будет выживать у нас на рынке. Как раньше, больше не пойдет. И это на самом деле очень здорово. И это дает нам возможность улучшить свой сервис и повысить доверие клиентов вообще в принципе к риэлторской сфере. Вот поэтому нужно просто работать, больше работать. И есть у нас такой, не знаю, это во всех регионах или нет, есть такой там бич-сфер, знаете, там фейковое объявление. То есть и вот те люди, которые, и те агентства, которые не работают так или отказались от этого, сейчас тем более чувствуют, что есть определенный просадок от клиентов. Потому что все равно клиенты верят, верят, да, что есть вот такая вот цена на рынке, да, то есть и звонят, да. То есть а те, кто старается добросовестно работать, да, то есть без фейков, то вот у них есть какой-то может там отток даже, вот у нас там в том числе. Поэтому мы работаем в качестве. На мой взгляд, что сейчас на рынке будет покупателей в разы меньше, да. Сейчас в следующем году, я думаю, что это будет рынок продавцов, который будет все-таки желать продать свою недвижимость, конечно. И, ну, мое агентство прогнозирует все-таки снижение цены будет однозначно. Вот, это от этого не уйти никак, потому что рынок уже перенасытился, можно сказать. И если сравнивать, допустим, тех людей, которые ранее брали ипотеку, у них средний доход как бы не растет у людей, да, а получается, что выплаты по ипотеке растут. То есть у нас сейчас уже платежеспособное население, оно не осилит те платежи по ипотеке, которые планируются. Соответственно, уже будет контингент идти клиентов, которые более с высоким уровнем заработной платы и, соответственно, с более высокими потребностями по клиентам. По итогам 2021 года, хочу сказать, год был шикарный. Я в недвижимости уже 10 лет так хорошо никогда не зарабатывал, как по итогам вот этого текущего года. Но на следующий год я прогнозирую коррекцию, однозначно, скорее всего. Лично мнение моей нашей компании будет коррекция по ценам. Это видно сейчас по спросу. В моем понимании сейчас у нас в Краснотаре несколько цен. Есть цена застройщика, которую транслирует застройщик. Цена, которая идет в рекламе. Третья категория цен – это цены, по которым реально сделки проходят. Мы фиксировали, замечали. Сейчас есть объекты в Краснотаре, где разница и 30, и 40 тысяч в моменте по некоторым объектам. Скидка достигает от цены застройщика. Эти объекты, они стоят, рынку неинтересны даже по таким ценам. Поэтому коррекция будет. Лично я со всех инвестиционных объектов, именно по жилой недвижимости, уже вышел. Продал, зафиксировал прибыль, ждем какой-то коррекции. Мое мнение такое. Что касается следующего года. На самом деле я не вижу предпосылок для того, чтобы цена снижалась. То есть все вокруг говорит нам о том, что цена не будет снижаться, потому что это и стройматериалы, и все остальные услуги, которыми пользуются застройщики, и все, кто имеет отношение к рынку недвижимости. И плюс еще инфляция, она продолжает расти, она, насколько я понимаю, я не видела пару недель назад, около 8% сейчас, да, уже. Официальная. Официальная. Официальная инфляция, это мы говорим о том, что в прошлом году она была около 5%, да, я не ошибаюсь. То есть это значительный рост, который нам не говорит о том, что будет какое-то снижение. Если люди летом уже в большие цены брали недвижимость, то, как мы думаем, они будут продавать за более низкую цену? Нет. Они будут держать ту же и прибавлять свои какие-то расходы, если мы говорим о вторичном рынке и так далее. Застройщики, естественно, они завязаны и на стройматериалах, и на услугах различных компаний, и на налогах и так далее. То есть они уже вложились в это во все, и они тоже не смогут сильно, да, новогодние праздники какие-то, плюшки, какие-то скидки, возможно, но чтобы значительно не взяли и там снизили, такого не будет. Я вижу следующее, что будет замедление роста цен, но он не встанет, как там, не знаю, в каком году, в 98-м, да, вставал рынок, когда практически не проводились, не было у людей денег. В 16-м останавливался, если брать там в центральной регионе. Там был короткий период, но такого, чтобы там остановилось все полностью, ведь, во-первых, все равно есть от государства субсидирование различных программ, и это будет несколько подогревать. Во-вторых, много людей, кто весной смогли инвестироваться в недвижимость и летом продать, осенью продать, получили хороший, так сказать, доход, но некоторые же сделали это совсем недавно, и они надеются на то, что они будут продавать через несколько месяцев, через полгода. То есть те условия, которые были созданы на рынке, они дали возможность людям не только вкладывать в недвижимость, но еще и зарабатывать достаточно быстро, спекулировать. Это тоже вариант некого заработка. И вот кто-то, кто успел в конце лета, да, и они еще думали, что там будет дальше, они же не отдают свою недвижимость за более низкую, они будут пытаться хотя бы вернуться, хотя бы прийти в ноль. И кроме того, в этот, скажем так, в спекуляцию, в эти интересные схемы зашли те люди, которые никогда этим не занимались, и их очень много. То есть те люди, которые приходили летом и говорили, я хочу давайте две квартиры, три квартиры, дешевая ипотека, берем. Три ипотека, давайте, беру. Вот эти люди, что они будут делать. Вот здесь окрасно об этих людях и разговор, да, когда они... Микрофон. Микрофон не сплотят, ну да, да, да. Да, сферно слышно, да. В диалог уже мы. Потому что, ну, это действительно так, и эти как раз-таки покупатели, которые делали покупку за счет ипотеки, и две, и три оформляли, и сейчас не могут платить эту ипотеку. Что они делают? Они снижаются по цене. Незначительно, локальная история, незначительно. И смотрите, тут еще одна история. Я знаю тех людей, которые выставили сейчас на продажу, и они говорят, ничего страшного, я буду ждать. Буду ждать полгода, буду ждать год, потому что, ну, а куда деваться, я уже вложил, хотя бы выйти в ноль. Да, то есть тут будет много интересного, но мне кажется, что в целом, да, там, меньше 120, вот как вы говорили, плюс-минус, да, он уже не упадет. Просто где-то продолжат расти определенные, скажем, там, районы, застройщики, лучше что-то строится. А вот будет снижаться там, где что-то пойдет не так. Это же рост цен, мы говорим, в среднем по больнице, да, но если мы говорим о каких-то конкретных вещах, да, построили рядом мусоро-разжигательный завод с домом. Ну, понятно, это локальные вещи, где-то там что-то. Такое будет, но такое, чтобы во всем городе, и при том мы в хорошем положении находимся, к нам едут люди. Честно говоря, наш рынок будет очень живой следующий год, это точно. Потому что сюда все равно приезжает. Может быть, не тот контингент, который, как всегда, был. Сейчас будет, может быть, посложнее контингент ехать, но, тем не менее, у нас будет живой рынок, боевой, интересный. Так что работаем. Спасибо, Кирилл. Добрый день, коллеги. Рынок 100% будет интересным. Если коллеги будут обучаться между собой, общаться, контактировать, для клиента всегда хотят делать лучше и больше, всегда будут сделки, всегда мы будем на коне. И в конечном итоге покупатель будет нам за это благодарен. И риелторская услуга будет все больше проникать в умы наших клиентов, и как региональных, так и местных. Поэтому по цифрам, если тоже, я могу сказать, что не было особо просадки, честно скажу. Да, новостройки, именно мы говорим про застройщиков. Ну, если вы профессионал, вы просто приходите в уступки, приходите во вторичку, уходите в землю, уходите в дома, уходите в коммерцию. Все равно на рынке эти деньги как были, так и остаются альтернатив адекватно. У людей нет, куда вложить деньги. Поэтому, исходя из этого, будет все хорошо. Спасибо. У нас действительно сейчас интересные мнения прозвучали в обсуждении в данном. И каждое это мнение, наверное, имеет место. Мы со своей стороны видим в любом случае снижение объемов кредитования, которые у нас были. При этом, наращивая долю рынка, мы видим уменьшение абсолютных цифр, которые мы кредитуем. Прогнозировать на следующий год что-то достаточно сложно, потому что рынок нестабилен. Насчет нашего региона я абсолютно уверен, потому что он продолжит работать, продолжит шевелиться. И в любом случае будут сделки, будет место, и место, и клиенты, где мы с вами сможем заработать. Я говорю и про банк, и про риелторское сообщество, и, наверное, про площадки, которые хоть как-то имеют отношение, в принципе, к недвижимости. Поэтому у нас регион благоприятный, цена может замедлиться, мое такое мнение. Во многом это будет зависеть еще от тех ипотечных условий, ставок, которые будут на рынке. И есть предпосылки предполагать, что еще будет повышена ключевая ставка рефинансирования, если это произойдет в любом случае, клиентов платежспособность снизится. Но в любом случае необходимо будет решать жилищный вопрос клиентам. Возможно, это будет снижение объемов, снижение сумм, на которые клиенты будут выходить. Но я думаю, что в штуках плюс-минус квартиры так и будут, там, квартиры, дома, недвижимость продаваться. Смотрите, мы, по-моему, последние три года живем на очень интересном рынке недвижимости. Будущий год не будет исключением. Есть тенденции на рынке, которые явны. Это уже сейчас высокие оценки, которые, я согласен с коллегами, снижаться не будут, потому что предпосылок к этому нет. Но при этом банки активно идут в развитии субсидированных ставок, что очень хорошо. Это новые продукты, например, ипотеки траншами, которые сейчас в Москве реализованы. Это интересная расстройка от застройщиков 2080-1090 с фиксацией цены до разрешения на ввод по эксплуатацию. То есть здесь все инструменты позволяют нивелировать разницу между поднятой ценой новостройки и той вторичкой и тем переуступком, которые выходят на рынок. Кстати, переуступки, наверное, станут таким тенденцией года, потому что весь поток купленного в 2020-2021 году он хлынет на рынок и будет неизбежно конкурировать сам с собой. По следующему году будет весело и интересно. Очень радует комментарии коллег, что вы видите тенденцию на клиентоориентированность, на сервисную составляющую, на профессионализм рынка недвижимости. Я думаю, что еще одна тенденция должна стать в любом случае технологичность, потому что мы все живем в цифровом мире, мы ускоряемся, развиваемся и без этого уже, к сожалению, никуда. Поэтому всем удачи, будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова